Скандал в Атырао. Городские власти объявили о передаче 14 детских садов в частные руки в рамках государственно-частного партнерства. Такое решение вызвало массовое возмущение родителей. Люди в принципе не против таких действий, если это старые, требующие капитального ремонта здания. Но почему в частные руки пытаются отдать отремонтированные дошкольные учреждения и расположенные в центре города? С этим вопросом люди обратились в корпункт нашего телеканала. В проблеме разбирался Виктор Сутякин. Родительское собрание сегодня обернулось недовольствами. Возмущенных передачей детских садов частникам сотни. Чиновникам пришлось даже приглашать всех в самый большой дом культуры. Разговор получился в сверхэмоциональном. Зачем вы делаете? Нам не надо, извините, пожалуйста. По словам мам, обратившихся в корпункт нашего канала, в принципе они не против передачи садиков в частные руки. Если это старые аварийные здания, непонимание вызывает передача детских учреждений, на ремонт которых государство потратило десятки миллионов тенге. И таких дошкольных учреждений в городе 14. Большая часть в центре. Это здание, которое государство потеряло в 90-е, а затем выкупало за немалые деньги и восстанавливало. Кстати, тоже не за дешево. И это людей возмущает. Что, других дел у них нет? Пусть строят новые садики, пусть новые места дают. У нас на первом участке, посмотрите, садик в заброшенном состоянии стоит. Почему его не берут? Пожалуйста, бери, строй и поднимай его. Зачем вы трогаете те сады, которые уже работают, стоят на ногах? Их не надо трогать. Ответы на этот вопрос и добиваются люди, опасаясь, что рано или поздно бизнесмен поднимет оплату, которая сегодня в госсадах составляет около 11 тысяч тенге в месяц за ребенка. Мы уверены, что бизнесмен в первую очередь будет думать о прибыли. На то есть он бизнесмен. Чем будет он экономить? На наших детях, конечно. Значит, дети голодные будут? Или продукты возьмет, которые испорченные, которые срок кончился, да? Чиновники, среди которых из Амакима, глава отдела образования, попытались успокоить родителей, убеждая, что предприниматель, получивший садик, не сможет повысить стоимость оплаты за место. Прибыль, это будет все контролироваться. Не больше 10% он там будет и получать. И эти деньги он должен в дальнейшем, это все будет прописано. На развитие этого садика должны направляться деньги. Однако убедить людей в правильности действий, надо признать, так и не удалось. У нас-то диалог идет, и мы вас просим, чтобы вы оставили. Вы поймите, что люди пришли не для того, чтобы вас послушать и ваш отчет, а для того, чтобы попросить, чтобы вы оставили это у государства, понимаете, на балансе. Но к компромиссу собравшиеся так и не пришли. В Акимате намерены вновь встретиться с обеспокоенными родителями. Поэтому мы продолжаем следить за развитием ситуации. Тем временем, попытка найти хотя бы одного родителя, который поддерживает идею городских властей, успехом не увенчалась. Виктор Сутягин, Аман Тайматенов и Тимирлан Сутенгазиев. АТРАУ. Хабар-24.